Здравствуйте, ребята! Как хорошо уметь читать, взять книгу в руки и узнать, что в мире было до меня и для чего родился я, каким галактикам слетать, что посмотреть, кем быть, кем стать. Мне книга может рассказать, ведь только ей дано все знать. Сегодня на уроке мы поговорим сразу о двух прекрасных природных явлениях. Мы прочитаем научные беседы Татьяны Шарыгиной «Восход солнца» и «Закат солнца». На уроке вы научитесь анализировать полученную информацию и отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Природные явления – основная причина появления древних богов на Земле. Впервые увидев молнию, цунами, лесной пожар, северное сияние, солнечное затмение, человек и подумать не мог, что это проделки природы. Не иначе сверхъестественные силы забавляются. Природа сурова, скрывает загадки и жестоко ломает все, что настроили люди. Но это не останавливает нас от попыток понять все без исключения, все явления природы, атмосферные, в недрах, в глубинах, на других планетах, за пределами галактики. К каждому природному явлению в наше современное время есть научное объяснение. Автор Татьяна Шарыгина в своих беседах рассказывает о различных природных явлениях. И сегодня мы обсудим некоторые из них. В каждой такой беседе дается научное объяснение явлением природы. Природное явление, о котором мы сейчас побеседуем, человек наблюдает каждый день утром. Послушайте стихотворение и попробуйте догадаться о том, что это такое. Солнце озарило бледный небосвод, лебедь белокрылый медленно плывет, тает отражение в зеркале воды, дремлют без движения в сонные пруды. Капля серебрится в венчике листа, может быть, мне снится эта красота? О каком природном явлении идет речь, ребята? Конечно же, это восход Солнца. В конце ночи, когда густой мрак начинает рассеиваться, небо становится светлее, звезды слабее или исчезают вовсе. Восход, время, а также место появления Солнца на горизонте. Почему же происходят заходы и восходы Солнца? За время суток наша планета Земля совершает один полный оборот вокруг своей оси. На той части планеты, которая не освещена солнечными лучами, царит ночь, а на освещенной части Земли светлый день. Земля вращается непрерывно, поэтому день и ночь сменяют друг друга. Что же такое восход? Восход Солнца – это природное явление, когда Солнце появляется на горизонте и утро заполняется светом. На сколько частей можно разделить сутки? Правильно, ребята, сутки можно разделить на четыре части. Это утро, день, вечер и ночь. Какое время суток самое светлое, а какое самое темное? Молодцы! Самое светлое время суток – это, конечно же, день, а самое темное – ночь. Многие поэты и писатели восхищаются в своих произведениях этим чарующим явлением природы. Горизонт на востоке слегка посветлел, алым цветом зарделся стыдливо. Это выплыло солнце из мира теней и глядит с высоты горделиво. Солнце ласково с неба на землю глядит, нежно травушку гладит лучами. Обогревшись теплом, все вокруг говорит о весне, красоте и стихами. Природа каждый день дарит нам множество загадочных сюрпризов. Они радуют нас и пугают, восхищают и умиляют. Сегодня мы рассмотрим еще одно очень красивое природное явление. Я прочитаю вам загадку, а вы угадайте, о каком природном явлении пойдет речь? Солнце за день натрудилось, горизонту покатилось, дом и клён и всё подряд красит золотом. Правильно, ребята, закат. А что такое закат? Как вы можете описать это природное явление? Что же пишет об этом Татьяна Шарыгина в следующей своей беседе? Вот послушайте. Вы, конечно, знаете, что утром на рассвете солнце появляется над горизонтом. В течение дня оно поднимается все выше и выше, пока не достигает своего зенита, самой высокой точки над линией горизонта. После полудня солнце начинает не спеша опускаться вниз. Часов в пять-шесть вечера его золотые косые лучи насквозь пронизывают травы, кустарники, речную воду. Солнце не спеша подходит к линии горизонта и уходит за неё. На землю опускается светлый легкий сумрак. Он сгущается, а когда на небе появляется первая звездочка, наступает ночь. На закате удивительно красиво окрашены последними заходящими лучами солнца тучи и облака. Они напоминают то старинные замки с высокими башнями, то летящих по небу коней с разметавшимися гривами. Иногда небо на закате похоже на волшебную каменистую страну. Где есть скалы, величественные горы и водопады. Это последние лучи заходящего солнца придают небесам такие причутливые очертания и краски. Зимой это тонкая желтоватая полоска на небе. Летом игра ярких красок. Ребята, как вы думаете, почему закаты называют фантастическим зрелищем? Небо на закате похоже на волшебную каменистую страну, где есть скалы, величественные горы и водопады. Последние лучи заходящего солнца придают небесам такие причудливые очертания и краски. Закаты солнца – это особое природное явление. Это прекрасное искусство природы, которое так здорово наблюдать. Но самым удивительным является тот факт, что на нашей планете не существует мест, где были бы одинаковые закаты солнца. В каждой стране, в каждом городе свой особенный закат. В некоторых местах Земли эти природные явления настолько красивы, что туристы специально приезжают, чтобы насладиться видом заката и подзарядиться романтикой великолепных красот. А чем летний закат солнца отличается от зимнего? Найдите эти строки в тексте. Зимой – это тонкая желтоватая полоска на небе. Летом – игра ярких красок. Как небо сходится с водой, далекой линией, оранжевой полоской. Сольется воедино горизонт, на воду уронив цвета заката, Кусочками лучей играя в переливах волн. Садится солнце, светом обнимая, По водной глади развернув мерцающий ковер И в легком шепоте прибоя отражаясь, Уходит вдаль, чтобы вернуться новым днем. Ребята, сегодня мы побеседовали о двух прекрасных природных явлениях. Назовите их. Совершенно верно. Мы побеседовали о восходе и закате. Какое из этих природных явлений произвело на вас особое впечатление? Напишите об этом небольшое сочинение. Создайте кластер «Явления природы». Подведем итоги урока. Сегодня на уроке вы познакомились с научными беседами Татьяны Шурыгиной. Узнали, что в каждой беседе дается научное объяснение явлением природы. Наш урок окончен. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok